Тайтунг 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 Это плита, на которую можно пожарить яичницы Можно, наверное, спуститься Насколько вниз, я не знаю А мы едем еще вдоль моря Прямо вот у нас трасса, она 11 Номер 11, кто поедет Из Хуаляне вниз до Тайтунга Трасса номер 11 С левой стороны поблескивающее море Блестящее такое Как будто оно все в стразиках Светит солнышко И Трафика большого нет Поэтому ехать, в принципе, очень-очень нормально. Мне кажется, заканчиваются длины. Учитывая то, что в Тайване мы уже почти неделю, по-кидайски я пока еще не научилась разговаривать, но вот этот вот значок, печатка, мне кажется, что можно, короче... Ой, я не могу прочитать, тут наоборот написаны буквы. Можно оставить себе где-нибудь на память, как печатку на лбу, или на какой-нибудь бумажке. Вот, это для велосипедистов, которые, наверное, совершают какой-то маршрут. Да, очень здорово. Есть брошюрки всякие, и еще такой прикольненький магазинчик. Пойдемте посмотрим, мне очень хочется внутри посмотреть. Есть украшения. В Тайване я заметила в обычных парках, просто парках общественных, очень много скульптур из мрамора. Там такие красивые, они как в музее. Национальные костюмы. Вообще, да. Так пахнет, прикольно, прикольно. А, ну вот, о, о, сори, сори. Ну, нельзя снимать, значит, нельзя снимать. Мы думали показать, чтобы приехали, купили, а они не хотят, чтобы, короче, у них шли продажи. Ну, ладно, поехали на юг. Музыка. 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 У нас остановка, у нас остановка в городишке, очень спокойно, здесь полиция, со мной, заправка, все, короче, для жизни. А еще, я еще, еще, еще раз, наверное, буду повторять, что Тайвань очень приветлив в отношении велосипедистов. Конечно, асфальт временами так себе, но вот на великах и европейцы, и местные, короче, прям любят ездить. И в Тайване, ну, мне сейчас кофту сниму, тоже жарко, В Тайване есть такой значок, как бы, в форме велосипеда разноцветного, и написано Тайвань, touch your heart. Мне кажется, Тайвань уже точно захватил мое сердце. В том смысле, что для велосипедистов Тайвань пригоден. Там обозначены зоны отдыха, туалеты, ну, дорожка одна вместе, что и с мопедами. Но если ехать по таким трассам, по таким едем мы, то есть не очень загруженным, то велосипедисты, я думаю, чувствуют себя, будут комфортно. Ну, как комфортно? Ехать в гору с горы, конечно, это испытание не для слабаков, скажу я. Не для слабаков. Мы так середичок, мы на моторбайке. А что ты смотришь? Где мы находимся, это город Фенгбин. Фенгбин, сколько километров? А нет, нет, да. Фенгбин? Это меньше, чем полпути или больше? Меньше. О, боже мой, тяжело. Ну, нет, если до этого, до Ченггонга, то это полпути. А, если до нашего места, то почти полпути. Ну, ладно. Все три гм осталось. Что ты будешь там брать? Не знаю, посмотрим. Попить что-нибудь и покушать. У нас есть вода, он просто хочет копеечек, я знаю, это все знаю. Все, мы доехали до этого городка Ченггонг. Рядом с которым много-много достопримечательностей. Я уж искала и по-китайски, и как нам рекомендовал наш малайзийский друг, тоже с иероглифами. Короче, дешевле, чем 750 тайваньских долларов, вот на Агоде, вот точно не найдете за двоих. За двоих. В Тайване такая штучка. Вот, например, комната, комната может стоить 500 тайваньских долларов. Но если вы живете там вдвоем, то она автоматически умножается на два. Вот так. Мы, короче, торговали с этим китайским мужиком через транслейтер в этом отеле, который есть и на Букинге, и на Агоде, и на кардах Гугла. За 600 он не хотел, за 650 за ночь согласился. Итого, мы остаемся здесь на две ночи. 1300 тайваньских долларов, 2800 где-то рублей. Это выше нашего азиатского бюджета, так скажем. Но это лимит в Тайване. Друзья, будьте готовы. Просто будьте готовы. Но если вы путешествуете один, возможно, вас примут на каучтерфинге с большим энтузиазмом, потому что нас двое, и для двоих иногда пространства просто не хватает. Ну или нам не подходят просто условия, что мы себе позволить что-ли не можем. Ничего, раскошелимся, путешествие, это всегда какая-то трата. Так что, а зато, зато в номере есть своя ванная, прям внутри, не шеет басрум. Что хотел сказать. Вот когда вы берете хостел, просто банк-бет, кровать, да, в шестиместном номере. 700 рублей было на Агоде за одну кровать, за одно место. 700 рублей. Если на двоих, то 1400 рублей. А мы заплатили тайваньских 650, умножаем приблизительно на 2, 1400. Короче, то же самое выходит. Я вот к чему. И будет у вас своя ванная. И будет у вас здесь Wi-Fi. Wi-Fi! А то у меня уже заканчивается мой интернет. Есть столик. Дается водичка. Есть кровать. Мы, как всегда, нам не хватает одного одеяла, мы выпросили второе одеяло. Есть свет. Смотрите, написано BAT и включается свет над кроватью. Короче, видно, что отель старый, но принцип Тайваня в том, что да, если это и старое, но это в очень хорошем состоянии содержится. И я, в принципе, довольна. Мы поживем, наконец, одни, без всяких соседей, без шумов, без хостов. Не надо ни от кого зависеть. Будем полностью независимы эти два дня. Наконец-то поработаю вдоволь. А еще нам дали бесплатные бананы сегодня. Вот так. Мы еще никуда не ходили. После того, как я сняла последний ролик, я просто завалилась спать. И, наверное, часик-полтора просто восстанавливаю силы. Пока я восстанавливала силы, начался ливень, который продолжался, я не знаю, там с двух, с трех аж до сейчас. И в 8 часов вечера, когда он более-менее прекратился, мы пошли искать еду. Единственное, вегетарианское кафе же, конечно, было закрыто. Все остальное мясное или рыбное. В другом месте там все было по-китайски. Мы не смогли друг друга понять. Там было вроде бы за один сет 120, что немножко дороговато для нас. Как бы мы в буфете-то платили в вегетарианском 110. Поэтому сегодняшний вегетарианский ужин состоит из следующих опций. 7-11. Последняя стадия, друзья. Работающие 23 часа. Илья взял свои любимые гречневые макароны. Я решила попробовать рис в томатном соусе. Мы взяли в другой палатке, это не курица, это тофу. Две такие коробочки стоят 50 тайваньских долларов. Чтобы было хорошее пищеварение и вообще организм радовался еде, мы взяли свежие морковку и помидорчики. Все. Это шикарное буфетное меню обошлось нам приблизительно в 180 тайваньских долларов. 380 рублей. Вот такой вот выход из ситуации, если очень хочется покушать, но все кафешки закрыты. Те, которые содержат вегетарианские опции. Или их просто нет в городе. Субтитры подогнал «Симон»!